доброго утра дорогие зрители свет создает сама себе проблемы как слушайте я доставала катин документ последний от врача и ходила покупать лекарства там было назначение поэтому я его таскала с собой и сейчас я не могу его найти хотя рецепты на другие лекарства я положила на место я немножко нервничаю потому что мне это но заключение врача нужно чем нужно сегодня показывать другому врачу которому я катю везу а вот я думаю первое куда я могла засунуть я уже проверила все ну вот все проверено но тогда был кипиш с мишей в больнице что вполне могла не накосячить я проверила машину я проверила папку в которой должно это лежать я проверила другие папки в которой можно было быть теоретически это запихать миш ну не издавай странные звуки не могу найти все представляете я вообще не знаю что делать интересно можно там в краевой распечатать заново заключение надеюсь что можно но не одна же я такая потеряха ладно проверю еще раз папку в которой все должно быть может быть я просмотрела чудо не случилось но придется ехать туда в краевую пытаться восстановить документ там в этом документе как раз и написано что катина для меня лекарства поэтому я думаю что он мне нужен туго раздела же меня его куда-то засунуть главное что рецепт на другие лекарства я донесла до места куда я делала этот листок и почему я его не донесла до места я не знаю но есть плюс раньше бы я впала в панику прям меня до паники доводят когда что-то не по порядку сейчас я не нервничаю правда это не помогает найти листок еще подумать пока я не ушла пока у меня есть время надо подумать еще куда я могла положить я же понимала что это документ значит я должна была положить куда-то где я его не потеряю куда сейчас придет саша я еще у него спрошу что он помнит вряд ли потому что обычно я помню он не помнит беда я по его последний чай перед выходом и заодно смотрю как мальчики ремонтируют вместе табуретку на по-хорошему я еще бы покрасить да саш как ты на это смотришь а давай сильные удары бумажку кстати так и не нашла важную твою ну ладно будем пытаться в краснодаре получить еще раз посмотрел в машине нету а куда куда я могла засунуть я в тот момент фишка в больнице лежал я могла неадекватно себя неадекватно еду ладно не нервничаем не переживаем надеемся на лучшее решаем проблемы по мере поступления правильно поэтому сейчас едем за катей сейчас я ей напишу заправка чуть очень такая там две машины тут три машины а там что-то делают ремонтируют короче мы сейчас в очереди стоять заправиться то надо только сейчас заметила сайте закажи такси в обвинске мы сейчас ближе к краснодару чем в обвинск к обвинску какой по счету не знаю такие маленькие заторочки везде встречаются сейчас на этот на мозг тургеневский заезжать будем тут всегда пробка с тургеневского моста потом сверну и подъеду к краевой больнице чтобы она въезд был справа встанем на стояночку и пойдем добывать потерянную бумажку пока еду комментарии предметают читая марина плотникова пишет не хотите выписываться так и скажите что лень по утрам вставать какое отношение помещено выписка имеет вставание по утрам вот недаром вчера слушала говорит блогера одна рассказывала типа под одним этим же роликом могут писать противоречивые комментарии один видит одно другое другое на самом деле люди пишут мне про себя не про тебя а про себя свои собственные комплексы и стереотипы видимо оно именно так и есть вот мне между прочим чтобы с утра подрыхнуть подольше наоборот выгоднее чтобы Миша встан пошел потому что тогда в какой-то день отвожу его я ну и встаю в 6.30 свои обычные а в какой-то день его отвозит Саше и я могу дрыгнуть Саша его отвезет вон там в садике и мне можно пару часов там лишних подрыгнуть да хоть до обеда я до обеда никогда почти не спрыгну то есть когда очень устану и не могу спать до обеда вот так я встаю постоянно в 6.30 независимо от того в саду он или в доме мне то в одно место надо то в другое место надо то в школу надо было в Катину потом за направлением надо было мне как бы это не освобождает от необходимости вставать с утра и да я не высыпаюсь за что я вот еще не выспалась вчера не выспалась потому что надо взять тайм-аут и отдохнуть в какой-то момент любой человек устает и начинает не высыпаться такое бывает ничего там плохого нет а у Марины Плотниковой минимум проблемы с этим она боится не выспится наоборот хочет подрыгнуть с утра подольше так вы спите спите на меня то свой день не проецируйте у меня все нормально не надо за меня так переживать а Мишку я оставила и не выписала не потому что мне неохота с утра вставать а потому что он еще кашляет да редко но покашливает и это означает что его организм ослаблен мы лежали в больнице и возвращаться в больницу я не хочу я хочу чтобы он окреп а не чтоб сейчас вот холодание сегодня с утра например опять или лежал на траве то есть значит в саду может кто-то быть не совсем здоровый там сопли сопли кашель что-нибудь такое не все же сразу дома садятся да и зачем нам цеплять что-то новое мы и так вот с больницы вернулись такое ощущение что я что-то цепанула там и он потому что я снова болела пришлось снова лекарства пить и ему пришлось увеличивать количество ингаляций но теперь мы 28 не сходили на выписку теперь выписываться мы будем только 14 марта бабушка сегодня поехали искать в Краснодар а бабушка сегодня записала Мишу на 14 марта хотели на следующую неделю записаться на вторник либо на пятницу но говорят там пятницы не будет понедельник вторник уже занят хотя в 10 утра запись началась когда они успевают все время все занять я не знаю вот предложили только 14 я хотела сначала перезаписаться к другому врачу ну типа без разницы кто справку сандарт но я не знаю можно ли так потому что сказали что вот этот выписка то что мы в больнице лежали туда придет нашему врачу наверно нельзя ну посидим до 14 хотя я конечно до 14 не рассчитывала что Мишка будет на мне потому что толком ничего не сделаешь он меня ходит терроризирует целыми днями можно я посмотрю можно я поиграю нет играть только в игрушки хочешь мне можешь помогать а у него прям это тяга к телефону а можно я поснимаю а можно я просто посмотрю а можно я в ватсап загляну какая разница ты все равно в телефоне как то так сейчас эта пробка кончится и надо будет включить навигатор потому что я я примерно помню попробовать без навигатора проехать мне надо с моста сразу направо и туда уехать мимо набережной наверное так смогу будем учиться ездить без навигатора я начала ориентироваться немножечко в Краснодаре спустя анлетки будем это пробовать проехать по памяти сейчас главное чтобы мне распечатали бумажку я больше всего из-за нее переживаю потому что если я ее не распечатаю то где ее взять да пойди можно мы уже топаем обратно да мы решили с Катей что мы хотим бургер да Катя да сейчас так сначала надо заплатить за парковку ээээ вот так не надо делать там наши новые назначения все равно надо попасть к Абинскому районному доктору потому что надо выписать рецепт замкнутый круг написала бабушке чтобы она записала на прием а она на больничном до сих пор ну это капец завтра пойду опять к заведующей мы не можем ждать пока она с больничного выйдет тем более что непонятно когда кстати про парковку про вот эту на которую мы сейчас стоим мы подъехали к парковке как обычно нажимаю кнопочку выпадает карточка дальше открывается шлагбаум и ты едешь а у нас конечно шлагбаум открылся но там короче мужик парковался жопой своей под шлагбаум постоянно попадал и короче шлагбаум закрылся и мы стоим такие с карточкой в руках не проехавший сегодня я узнала что пока что есть служба поддержки у этих стоянок так ключи там в этом ну открывай сегодня во влоге будет много Кати Кать ну ты хоть улыбнись все мы приехали к этой к Меге все таки поехали в Меге потому что я там другой адрес забила но меня какими там улицами повелу потому что я поняла что мы идем пик около Тургеневского моста уже и потом выезжать а? но это другой вход это где Икея просто обычно через Ашановский вход заходим а сейчас мы заходим через вход где надо будет ножками идти потом но в эту сторону мы поедем все таки новые декорации не видно некрасиво смотрится сейчас я вам покажу поднимемся повыше там все штучки висят я не знаю что это олицетворяет но что-то висит если бы китайские были штучки я была бы рада почему? не знаю я хотя бы узнала что это Китай я думала ты китайские штучки любишь ладно пойдем тогда уж корейские посмотрим еще эти может быть здесь есть эти как они называются это макарон пирожные синабон вкуснота в синабоне смотрите так идем в фудкорт вообще в Мегино роду мало наверное потому что еще не вечер вечером будет гораздо больше скучилось? ммм Катя соскучилась по Меге я люблю по большим магазинам ходить что ты? люблю по большим магазинам любишь? да особенно там где игрушки сейчас игрушки в другом продать детский мир там мы туда косметика косметика? да так игрушки или косметика туда и туда ага где косметика? я не знаю где здесь косметика все поменяли раньше шестой а нет все правильно мы просто с другой стороны подошли ха-ха-ха я дезориентировалась ой я по-моему это пончики вижу здесь наверное макароны есть эти нет нету только нет есть что они такие дорогие? где они спрашивают? 150 рублей за одну штуку 150 рублей это правда за большую голодная Катя мы взяли крылышки на двоих и айтвистер чивичи новый какой-то и маме кофе чтобы она не уснула по дороге домой да? и наш заказ уже был в этом в разделе готовый да его уже забрали ха-ха-ха да на жаль его собирают не переживай я пока будем пробовать новиночки да 21.62 видишь нету уже его уже кто-то съел все Катя сказала что мы будем есть в машине от всех прятаться кофеечек чуть не забыла про сахар кто как я забывает сахар заказать когда заказывают кофе в KFC кстати в KFC вкус не лад на мой вкус и недорогой я люблю в KFC кофе заказывать идем в машину я бы конечно посидела за столиком но Катя не захотела почему не захотела? не хочу короче короче она наобщалась с людьми окружающими и она хочет домой как тебя тоже видно покажись прослотка все кафешка в машине никто же даже не проверил все ли нам положили да? да чили 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 чиз да? как бы это не оказалось больше чили чем чиз о у нас сегодня бабушка решила побаловать крылышками угостила нас дистанционно ой нам даже дали эту салфетку с чего начнем? на тебе половину этих салфеток что ты там третешься и нюхаешь от тебя видно ой тут еще салфетки есть чек так я предлагаю предлагаю как сделать смотрите какая красота вот так думает одному капецепу поесть а тут и она тебе нам еще положили одни вот эти вот в основном крупные ноги Кать не шуми так я радуюсь на еще одна не влазит вот так Катя 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 лови крылья на Катя на крылья решили летать сюда мусор ну что приятного нам аппетита что мне курицы не дали лови их в пакет положи их в пакет поймала в пакет ну все давай на тебе твое шестое крыло сейчас ролик включим и будем лопать а потом поедем домой до сих пор мусором на кем у